что же продолжаю работа я готовленный бритвами но с тремя штуками потому что я не выдержал я представил сколько еще посылка будет катиться до меня чтобы я дождался шаблонов и поэтому у меня что-то коробит я тут ну обточу ну хватит ну еще немножко тут сведу ну ладно ну еще чуть чуть но были очень тяжело так то поэтому вот мы сегодня вот так вот у меня по грубому все ободрано то есть блин сейчас хотелось все остановиться думаю но будем буду ждать другие тому же эти варианты чтобы заодно потащить и но как бы чуть не терпится прям реально поработать не знаю правильное дело или нет ну вот так вот пока просто не знаю рыбачить пока негде все замерзшие кругом сидеть просто дома ничего не делать я так не умею как бы время идет тяга жмет в общем ладно продолжаем может я покажу уже какие-то результаты надеюсь ну вот ободрал по грубому то есть по сути вот сейчас если ничего не делать твердостью уже 51 единица почти ну давайте круглим 50 чтобы уже случайно не завысить дамазской стали это та самая которую показывал предыдущем видео вот сейчас я грубо подрал твердость уже близкая к импортным аналогом кромочку сейчас только чуть тронуть и на готова ну легкую шлифовку вот вам до свидания вот вам импортный вариант но я не позволю чтоб так все произошло чтобы все было кое-как и как-нибудь сейчас технологии позволяют добиться намного высших результатов поэтому естественно надвигаюсь дальше сейчас сделаю думаю может насечку или не рубить и и а потом сделать по живому сейчас подумаю в печь в печи пирожки горяченькие там уже защищу и так далее пойдет дело дальше вроде пока все показать больше нечего просто я тут не знаю думаю вот сейчас там маленько сделаю там краешки вот эти вот обушки сделаю идет клины кленовины ну ну и все хватит на сегодня все прямо до свидания нет но затягивает то есть как бы опять что-то хочется сделать еще что-то хочется и показала ладно пойду дальше работать еще горячие только что термообработки все прошло успешно закалка отпуск буду зачищать да только что звонили телефону спрашивали мол обрезки какие-то остаются у меня от дамаска стали естественно то есть как бы вот вот такие вот обрезки ясное дело что их потом не знаю куда брелки предлагаю из них изготавливать он блин еще брелков не хватало то есть хватает вот этих вот местами нравится работать брелками вряд ли понравится так ну в общем то вот и ответ ответил на этот вопрос ладно поехали дальше сейчас зачищу вот все зачистил вот так теперь выглядит уже более менее похожий на что-то ну что что-то не похоже да то есть сейчас это уже класс обработки на два шага выше любого изделия произведенного в прошлом веке примеру там позапрошлом веке то есть чем выше там первый шаг это в том что здесь 2600 слоев дамаска никто не повторяет этого потому что это очень дорого не выгодно хлопотно то есть та еще канитель никто не хочет заморачиваться во вторых сейчас здесь термообработка 59 единиц опять же то есть как бы ну что сказать по сути вот сейчас если так и оставлю в общем так принципе так слегка заглажу заполирнул то это выйдет уже похоже что-то опять же на импортное я это не хочу делать поэтому пользуюсь случаем буду продолжать и выделываться как быть до последнего чтобы в итоге был максимально качественный максимально лучший продукт а я вот показал видите идут что еще перетермообработка сделал три полосочки не теста беременность одна полоска и две полоски естественным вот и она тоже бывало раньше правда спрашивали давно уже может год назад нафига себе их делаю эти полоски это обычно нумерация то есть вот первое второе третье делаю во первых для себя во вторых потом уже то есть когда будет готовый продукт будет проще выбрать просто там смотрели а с одной полоской это вот та бритва а с двумя это вот это а с третьей это вот та как бы вот так вот все это выглядит больше никаких там сакральных таких значений эти полоски не имеют вот ну что ж пойду-ка я их шлифовать не знаю показывать не показывать дальше то уже принципе сейчас тут мало чего будет внешне изменяться так в общем так вот на первый взгляд будь что сейчас происходить сейчас они грубо ободраны приданы формы уже грубо закалены и сейчас начну не как обычно с лезвия потому что ошибка сразу будет у моментально потому что я хочу их вывести опять в ноль а в ноль что это такое 0 давайте объясню то есть я шлифую 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 и дошлифовываю до тех пор когда вот это место становится равномерно острым равномерно кромка появляется из усеницы то есть без заточки вот без этого угла заточки просто от шлифовки и в чем может быть ошибка сразу же пример если где-то чуть больше чуть меньше там какой-то микрон какой-то там шлифанул то например вот здесь вот есть по допустим шлифанул больше а вот тут чуть меньше разница всего лишь какой-то микрон то здесь лезвие просяет и будет ямкой такая вот то есть брак мусор все вот в чем тут весь подвох как говорится в остальном все как стандарт как бы так вот сейчас начну вот то есть сервала собушков там с головки там хвоста со всего прочего 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 все это уже вышлифую то есть выделаюсь как будто прям вот прям как надо уже все и только после этого начну шлифовать лезвие до состояния то есть острия состояние острова вот так вот поэтому я наверное думаю не стоит показывать дальше так как будет сейчас монотонная такая канитель и это бы продолжаться долго с виду будет мало что изменяться будет пример вот изменяться что вот ведь там дрань такая там будет все глажа и глажа и глажа с этим скажем разом потом будет уже блеск там зеркало выполнировано уже все всякие переходы опять там еще допом будут пройдены и после шлифовка опять все мельче 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 пока не появится кромка ну и главное чтобы не пропустить чтобы рука не дрогнула иначе эта кромка сойдет в ноль и можно будет выбросить вот в этом очень большой напряг а так в остальном как обычно день номер два все шлифанул что-то под забыл вам показать как полированные лезвие выглядит то есть все подготовлено в принципе под травлением но так как за . уже существует из кромка уже существует травить ее нельзя просто так вот взять и затравить потому что кислота на этом острие проезд не там одновременно показав рисунок и в итоге то есть за . будет не идеально то есть придется там кромку вышлифовывать там туда-сюда омудряться я хочу чтобы кропка была минимальной чтобы было все как вот в предыдущих бритвах там вот он из углерой стали вот поэтому вот сначала ее сначала лезвие покрыл лаком для ногтей чтобы протравка шла везде кроме лезвий а лезвие то потом уже чуть-чуть окунул слегка то есть там проявлю какой-то рисунок и уже на этом сразу остановлюсь чтобы не испортить острие да это лак для ногтей когда магазине покупаю наверно думают какой-то противный олак берет мол ногти красит ну да так косо смотрели на меня не раз когда я покупал чтобы красить бритвы ну что делать это самый удобный вариант потому что там есть кисточка тут есть какая-то сенсец такая уже густая которую удобно наносить и четко точно линии выдерживать они вот просто там каким-то лаком там укунул и все до свидания нет ну что ж сейчас я их кислоту кислота 50 процентов азот так что будем купать водные процедуры как говорится нет кислотные процедуры поехали что ж пошел день концу подустал так хорошенько то есть усталость такая добрая и результат естественно добрый я доволен не получилось все хорошо ну что давайте рассмотрим принципе что получилось вот сделал зеркальным дамаск может сделать серым можно зеркальным зеркальным не знаю просто именно сегодня так захотелось ну кромку опять же говорю тут не увидите потому что ее нет то есть как ее нет то есть она уже вот сгусениц вот там вот он сгусениц я его чувствую надеюсь тут видно будет вроде в резкости ну вот я сейчас смотрю через мониторчик вроде так как-то все расплывчато все как-то нечетко а потом вывожу на компьютере там вау вот тут фасочки сделал это же в рисунке дамаском нужно наверно видно будет вам не доиграться с острием а то можно словить вот как-то так все это выглядит размеры старый самый что и на сайте сейчас упрямо висят из он устали там 4 штуки по-моему мне кажется да сам вверху в разделе у 8 у 10 то же самое но из дамасской стали в общем не знаю вот вы здесь кажется видите как получилось как будто бы увело отверстие но его не вело это я просто фасками так зафигарил но здесь исправлять ничего нельзя потому что геометрия должна соблюдаться и потом в оправу чтоб все это заходило четко вы потом это вот не увидите как будто так спрятано в оправе вот и никак не влияет ни на что но все же вот я придираюсь сам к себе я люблю придраться людей вот не люблю докапываться а вот до себя хлебом кажется не корми дай докопаться вот так все выглядит работа на сегодняшний день в общем не ну не вытерпел я до дожидаться по ссылке блин игорь извиняюсь блин не смог я могу день не поесть я могу что-то еще там ну чтобы не делать бритвы вот этого сложно сложно просто большая проблема что просто взять так вот и не производить их это вам то еще скажу мучение поэтому мне уж лучше вот тут лучше вот так можно было бы на рыбалку съесть я съездил отвлекся бы а тут сейчас у нас там один лед кругом не светит не вода и помотаться вот глядите сами смотрите сами вот что получилось в общем одни плюсы одни плюсы все нравится все здорово все правильно все хорошо заусенчик прямо там на месте то есть заточка будет такая же микроскопическая которая даже не видно будет единственный конечно есть минус прям конкретный такой минус это то что ценник ценник конечно у них прям кусачий меня как тот после того как я собрал бритвки вот те предыдущие из моностали мне спрашивали там а можно ли сделать отдельный клиночек блин я уж говорю собрал в оправу как я там ее сделаю отдельно то есть один клинок просто взять так вот и произвести ну это сверх дорого даже для моностали то все равно вам обойдется даже дороже дамаскова клиночка если сделать и в единственном изомляре поэтому я не берусь потому что люди не понимают ноги говорят чуть эту цену задираешь с какого перепугу ты и попробовать объясни потом все пошагово что да как происходит почти почти всегда это невозможно нет бывают конечно люди такие которые понимают там которые знают которые связывались с производством и знают что это такое да а в большинстве случаев конечно не получается это объяснить и поэтому я просто не берусь это раз вот а во вторых ну вот отдельно клиночком хотите да пожалуйста только у него ценник сейчас где-то в районе двадцатки мотается так что блин я не знаю как так вот да вряд ли кто возьмет это просто так мне кажется разговоры ну дорогие штуки выходят дорогие ну что ну есть вот любители таких вещей поэтому видимо для них и делаю ну любители я уверен намного больше просто уверен возможности не у всех позволяют поэтому я даже вот особенно постоянным заказчиком как могу прям порвусь но прям вот упрость сделаю какие-то скидки за счет предыдущих продаж потому что я денежку которую получаю с продажи там тысячу-две там я их откладываю коплю и потом когда приходит момент когда нужно сделать скидку я вот за счет этих денег делаю скидку да вот есть такой вариант но это не всегда получается сделать поэтому вот так вот я сам принципе много чего у себя ухватил бы просто как бы для собственной коллекции что вот я ими брился так через день так через день в смысле вот побрился и вот сегодня вот этой бритовкой бы послезавтра побрился бы той предыдущей после после там еще спустя на пару-тройку дней я обычно два дня отпускаю щетину уже бри вот еще какую-то там себе подобрал бы и у меня там есть интересные варианты потому что ну я тоже сам себе даже сам себе вот смешно звучит да не могу позволить свои же работы если я себе позволю то потом например на следующий раз начну что делать а мне раз нет денег а почему нет денег а потому что их не вернул за те бритвы которые взял себе потому что нечем возвращать и то есть пойдет мощность потыкачь я возьму сделать и брошу и пока там чего разродиться может месяц уйти на это может два а потом если еще какую-то бритву в себе взял и еще раз потыкачет это можно на полгода зависнуть поэтому тут мне так все просто принципе как кажется ну вот на сегодня все думаю мы сейчас сейчас тут еще отверстия закалибрую это единственное что я не сделал и следующий раз можно выходной все состряпаю завтра буду уже начинать собирать оправы да обдумаю какие оправы будут может тоже вот из рога сделать то есть вот с такого вот или не знаю даже из чего пока даже честное слово говорю не подумал даже еще ни разу об этом потому что он был так занят клинками что даже некогда было подумать ну ничего временно это будет поэтому решим решим что и как то так в принципе вроде все сказал да вроде бы все до свидания увидимся в общем как будут какие-то результаты а результат они должны быть то есть мы какие результаты я когда соберу задачу я вам обязательно покажу сделаем обзор как обычно уже как принято это поэтому на этом не извольте отклониться добра вам увидимся увидимся у